Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И вот эти нервные волокна начинают воспринимать контакт агрессивных сред Солёное, кислое, горячее, холодное и прочее А уже потом появляется эстетический дефект Ну то есть разумно было бы запихать оба эти фактора в этиологию Здесь мы этого не видим Именно она, эта рецессия, она ухудшает эстетику Ну в последующем, конечно же, да Ну, собственно, и всё Распространённость в области 30-40 составляет 38, возрастность 90-90 То есть разумно, у людей возрастных рецессии что, возникают чаще? Но разумно, что количество зубов у людей с возрастом уменьшается Да Так по идее у них и количество рецессий должно уменьшаться Вместе с зубами Нет зубов, да, нет рецессий Ну то есть по идее как бы, да Я понимаю, что, то есть, ну есть определённый скепсис вообще ко всем источникам Ну и тут статья такая не очень сильная, объективно Возможно, она есть какая-то более развернутая Но то, что пишется здесь, ну вот, может являться хорошим примером написания статьи молодым учёным Например, я вот как бы опустив всё, но анализирую эти факторы уже с какой-то Ну не то что с высоты, не со стороны имеющегося опыта Могу сказать, что то, что тут написано, конечно, ну научность имеет очень низкий процент И в ходе исследований каких-то других, ну это на самом деле по источникам авторов Или по там, по анализу литературы Там мы обнаружили, что чем больше возраст пациента, тем больше процент вероятности появления дистанционного рецессии Вот это очень интересно почитать Вот он Вот этот источник, очевидно, надо взять, да, четвёртый Да Давайте себе его сразу возьмём Раз мы изучаем эту проблему Жданов Февралёва Савич Влияние теологических факторов развития рецессии на выбор тактики Очень интересно Целых 11 страниц они написали Новая в стоматологии Вот давайте возьмём этот источник, раз мы про него пишем И тезис Значит, как происходит рабочий процесс написания статьи Мы сначала для себя выделяем тезис, который был указан в изучаемой нами статье и берём для него источник Возможно, что, внимательно изучив статью, сам тезис был неправильно сформулирован А возможно, что они вот в этом своём тезисе так и писали про этого Леуса и Козека и говорили о том, что вот у него Таким образом мы, анализируя научную литературу, формулируем для себя те вещи, которые нам кажутся интересны или близки нам по тематике нашего исследования И сразу выделяем под них источник, чтобы, анализируя его, понимать, берём мы его себе в источники Перефразируем мы тот тезис, который указан, или нет Но здесь есть ещё один важный нюанс Источник встречается нам как источник для чужого тезиса И было бы неправильно использовать его для себя как тезис Потому что, как я уже говорил сегодня ранее В качестве тезиса Ну, то есть, на что мы можем опирать? Мы можем опирать либо на результаты исследования Либо на выводы этой статьи Если она была пионерская Очевидно, что эта статья не пионерская Мы сейчас подойдём, мы её всё проанализируем Ну, и как бы на этом сегодня остановимся Я думаю, достаточно будет вполне Просто на примере одной статьи уже будет какое-то понимание И ты сможешь двигаться вперёд по этой тематике Прочитать вот эту статью, другие там и так далее К вопросу об этиологии Вот они То есть, в принципе, к этиологии мы только-только подошли Результаты, проделанные нами, внимание, работы Анализ литературы Позвольте выделить несколько основных причин Прочитать, что это было бы было Но это указано опять в источнике То есть, весь вопрос этиологии По факту, все результаты проделанной работы Посвящены изучению одного источника Где авторы Тут же, видите, здесь берётся какой-то конкретный источник Ну, давайте не поленимся Мотнём до него и посмотрим, что же это О, это источник 99-го года Какие-то актуальные медицинские и всего, ну и простите, 8 страниц Ну давайте её возьмём Линия улыбки Различные этнических групп, внимание В соотношении с возрастом И полом Вот чему конкретно посвящена статья Да А не рецессиям Дисней Ну я просто знаю, что Ланг, конечно И Ланг и один, и другая Они писали по мукогенгивальной пластике Поэтому, наверное, этот источник окажется нам полезным Но, к сожалению, то, что он 99-го года То есть мы можем сейчас потренироваться Чтобы потом мы брали и уже как монстры Анализировали те источники, которые нам нужны А всё остальное выкидывали в помойку Поэтому в формате вот того этапа, на котором мы сейчас находимся Да, вот как бы, ну, в обучении Давайте его возьмём, почему бы и нет Мы берём себе источник И берём тезис, о котором идёт речь Хотя у нас, очевидно, тема статьи Но совершенно не бьётся с тем, что написано в тезисе Несколько основных причин Ну и всё, вот, пожалуйста, несколько причин И причём они не раскрываются, не перечисляются То есть у нас есть полное неведение Автор, очевидно, не уважает других учёных Кто будет работать с этой тематикой после него Потому что он не пишет никаких подробностей Ну вот Стариков Ну это явно его, он не является автором статьи Дженсен Джо Силанг И что же он пишет? Одна из причин Травматическое повреждение десны Ну так в принципе это очевидно И так это не является чем-то сверхъестественным Использование жёсткой зубной щёткой Неправильные движения при чистке зубов Особенно горизонтальные Приводят к развитию данной патологии дёсен Дело тут вот в чём На самом деле это неправильный перевод с английского языка Или с какого-то другого на английский Ну то есть, короче, это неправильный перевод двойной Действительно, в США больше, меньше в Европе Есть проблема перечистки зубов О чём они говорят здесь И поэтому у них есть модель мягких зубных щётов Но всё-таки от перечистки зубов Образуется в первую очередь не рецессия А клиновидные дефекты Ну или как бы некариозные поражения твёрдых тканей зуба За счёт того, что мы жёсткой щетиной трём по зубам А если мы возьмём источники вот этого там типа 20-летней давности То мы можем там ещё найти щётки, которые не применяются сегодня Которые действительно были жёстче ввиду своего материала происхождения И за счёт этого у пациентов образуются клиновидные дефекты Есть ещё одна проблема психосоматическая Большое количество пациентов, вообще людей в США Применяют различные транквилизаторы Раз И второй антидепрессанты, два И на фоне отмены препаратов Или на фоне их более частого употребления У них возникает состояние, при которых При ежедневной гигиене Они просто разносят себе действительно твёрдые ткани зуба И дёсен Но я об этом знаю как бы совсем с другой стороны этой проблемы Со стороны именно психоневрологической А не со стороны стоматологии Поэтому могу так уверенно об этом сказать Действительно На флоксетин компания Лилили А именно на прозак Ну насадила как бы там пол Америки без малого числа Неправильное подвижение при чистке зубов То есть для того, чтобы возникла рецессия десны Извините, надо елозить десну щёткой Но это будет как минимум больно Не говоря о том, что это будет приводить к рецессии десны То есть у них будет течь кровь из десны Вот пациент находится в своём вообще уме Ну или в каком состоянии Наверное действительно он пьёт прозак или что-то ещё Или ну как бы какие-то имеет статусы другие Что он должен себе это делать систематически Особенно горизонтально К сожалению Ты столкнёшься с этим очень часто И надо правильно анализировать Не брать те источники, которые не являются для нас адекватными Потому что построив на них свою работу Доверие и достоверность естественная И научная ценность твоего научного труда Ну она будет намного меньше Несколько раз там и так далее Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!